Всех приветствую! С вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня видео, очередное видео чтения избранных наставлений святого преподобного Антония Великого. Я собрал три штуки по теме грех. На картинке ролик называется «Кайф не грех, что делается по закону естества, а то, что делается против закона естества». Ролики стараюсь назвать просто цитатами из Антония как раз, чтобы хоть что-то похожее. Почитаем мы с вами сегодня три наставления 60, 137 и 158. Наставление Антония Великого о доброй нравственности и святой жизни. Тема грех. Что такое грех? Не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делается что худое. Ну, естества или природы, да, сущности. Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать без благодарения. Неблагоговейно и невоздержно. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно. Не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом. Не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать. Не грех утруждать руки подаяния и милостыни, но грех позволять хищение и убийство. Так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению в противность воле Божьей делает злое вместо доброго. Давайте зафиксируем мысль Антония. То есть он говорит, что не грех. Вот знаете, вот несмотря на то, что он был монахом, уединенником, отшельником, и кто знает, у монахов тоже есть серьезные перекосы. И в принципе по житию Антония он был достаточно суровым аскетом к себе. Да и к окружающим, можно сказать. Ну к себе прежде всего. А вот действительно читаешь его наставления и понимаешь, что человек все понимал. Хотя, говорю, тоже иногда это с житием не очень согласуется. Но я попозже об этом скажу. Но зафиксируем мысль, что Антоний говорит прямо, что на самом деле возьмите ту же самую еду. Ну законы естества. Я много раз сравнивал, говорил такие вещи. Я люблю контрасты, вы знаете, и говорю, слушайте, ведь Иисус тоже как-то писал и какал. Я говорю, слушайте, ну вот мы стыдимся там тела какого-то своего, а вы в ванну ходите, в туалет ходите. А если Бог везде? А когда надо молиться? Я когда практиковал Иисусову молитву так называемую, я об этих вопросах задумывался. А вот можно на туалете молиться? Если непрестанно молишься. Вы знаете, удивительно, я потом нашел даже, кто знает, я рассказывал святых отцов. Я точно не помню уже у кого это. Кто хочет, конечно, найдет или кто читал. Это либо в добротолюбии, либо где-то я, конечно, я же, кто знает, в оригинале читал. Ну, беру там конкретно в оригинале, не в смысле языков там, да. Кроме русского ничего не знаю. Но в оригиналах я имею в виду, что не в каких-то симфониях, там, в сборниках, хотя я их читал. Ну, беру какого-нибудь там святого и целиком читаю его жизнь, учения, что он там оставил. Вот. Я тогда нашел в одном месте, где как раз был такой вопрос, да, как же вот по поводу отхожих мест или так далее. Там был прямой вопрос, прямой ответ. Я сейчас так удивился. Я уже, по-моему, к этому сам пришел. Либо я и просто себе подтверждение нашел своим внутренним мыслям. Либо, может быть, даже еще до, во время поиска, да, наткнулся, Бог меня навел на такое место. И там некий вот этот цветой, неважно, отец, как их называют там, да, духовный. И он отвечал, что неважно, где ты находишься, да, ты везде. Ну, и понятно, я понимал, что куда ты от Бога скроешься. Кто понимает, что Бог-то не дядюшка на небесах, да, как у мусульман Аллах, который по ночам не видит, что они там бухают под шатром, да, это, конечно, ну, и у арта, у религиозников любых сект такое понятие зачастую о Боге, вот. То ты понимаешь, что Бог всячески во всем, и ты живешь праведную, святой жизнью или грешной не для кого-то, и ты понимаешь, что от Бога не скрыться. Когда ты это все познаешь, ты переставишь куда-то там к попам ходить под полотенчик, крокодили слезы проливать и так далее, потому что ты понимаешь, что Бог и так все видит, все знает, и ты либо меняешься, либо нет, вот, и все. Вот, и то есть есть не грех, да, но есть грех, ну, там, обжираться, грех, действительно, да, горта на бесе есть такой грех, так называемый, действительно, когда ты ради там вкусовых пристрастий готов пойти на все, что угодно, да, и всю жизнь на это свою полагаешь, может, и чужую, да, вот. Не грех что-то говорить языком, да, вопрос, что ты говоришь, даже обличение, тут с осуждением любят мне там тыкать еще кому-то, осуждать это значит приговаривать человека к какому-то наказанию, когда ты говоришь правду о людях, в том числе, ты обличаешь, в том числе, да, о людях или о событиях, это никакое не осуждение, не путайте эти вещи. Вот, Иисус всех обличал, но никого действительно не осуждал, когда ему привели женщину взятую при любодеянии, он не осудил ее на смерть, но он ей сказал, и ее в том числе обличил, как и всех вокруг, кто без греха там киньте камень, ей сказал, да, ты грешница, но иди и впредь не греши. Ну, и это я добавил, чтобы по контексту было понятно, Иисус ей, сказав, иди больше не греши, да, обличил ее в том, что она действительно совершает зло. Так что вот так вот, не путайте обличение, говорение правды ближнему, людям, те окружающим, и осуждение на наказание. Вот, не грех смотреть, получать удовольствие, да, грех смотреть с завистью, с вожделением, потому что вся твоя зависть, вожделение какое-то, похоть, она превратится в дела. Сначала мысль, потом дела, поэтому тут очень важно. Поэтому и так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению в противности воле Божьей делает зло и вместо доброго. Добро и зло, оно всегда направлено против кого-то, против растительного, животного мира или человеческого. Это очень важно. И что это все свободно происходит. Всегда хочется стыкнуть всем этим религиозникам, католикам, православным, протестантам, что человек остается свободным им избирать между добром и злом. Это очень важно. Так, давайте следующее, что у нас там, 137-й, да? Читаем. На земле положены Богом рождение и смерть, а на небе полнота всего и неизменность. Все же сотворено для человека и спасение его. Не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, небо, землю и стихии, доставляя человеку через них всякое наслаждение благами. Согласуется это с истиной, с Библией в хорошем смысле слова. В Библии, вы знаете, не все хорошо. Вот, да. Вы помните, как в Библии, в первой главе, в книге Бытие сказано, что в раю было доступно всякое дерево человеку. Абсолютно любое. Под этим всяким деревом или плодом исходить, как угодно, там, мало ли как, там перевели. Главный общий смысл понятен. В раю было человеку все доступно, любое удовольствие. Мы сейчас поговорим. Любое ли, да. И что такое любое, не любое. Любое законное удовольствие. Мы сейчас поговорим, что это такое добавляет, потому что, да. Мы дадим им определение. У Антони не будет такого четкого определения греха. Мы с вами его сегодня, я его дам, вы его услышите. Вот, действительно, всякое наслаждение. По поводу первого, ну, Иисус прямо говорил, да, что не то, что входит. Трупажору, конечно, эта фраза не подходит. И она, вернее, не имеет права быть из ихних уст, что там все, что входит, не оскверняет себя, а все, что выходит. Да, Антони говорит в первом, я параллель с Евангелем не привел, сейчас просто напоминаю вам, только что 60-х, которые прочитали. Иисус говорил, да, не то, что входит, дело не в пище. И уж тем более, как ты ее там ешь, умытыми, не умытыми руками, да, это все чепуха. А все то, что выходит, какое зло из тебя выходит. Злоба, гнев, прелюбодеяние, вы помните, убийство, воровство и все прочие вещи. Причем сначала они в мыслях, потом, как Иисус говорит, они в делах выходят. И там, конечно, Иисус говорил не о том, что можно все подряд животных убивать ради их пожираниях трупа. Он имел в виду, что, да, не важно, как ты это ешь, умытыми, не умытыми руками. Это абсолютно все эти религиозные бредни по поводу там, да, сегодня такой ты ешь, завтра такой, это салатик там, или ты ешь, это все чепуха. Все эти посты религиозные, все это бред, все это не от Бога, все это от дьявола. И игры бесовские с религиозниками, дурачками. Так, 158 у нас с вами наставление. Самая большая и неисцельная болезнь души и пагуба ее есть богозабвение и тщеславие. Похотение зла есть лишение блага. Благо же наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, которое угодно Богу всяческих. Ну, здесь Антоний дает очень четкое понятное понятие, о котором Иисус все время говорил, что если ты будешь праведным, если ты будешь святым, вы будете блаженны, вы будете счастливы. Блаженны вы, когда будете делать то-то, 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 то есть исполнять то-то, то-то, заповедь. Вы помните, Иисус всегда присовокуплял, что это будет сопровождено человеческим счастьем и здесь на земле, в принципе, внутренним. Ты, конечно, внешне можешь страдать, когда тебе будут зубы выбивать, об этом Иисус прямо говорил, по плоти. Да, но внутри даже ты будешь все равно счастлив, блажен, когда будет вас поносить, избивать и даже распинать за имя мое и убивать. Вы помните, Иисус говорил, что будешь блажен в каком? Внутреннем плане, да, потому что ты будешь знать, кто ты, откуда ты и куда ты идешь. Так поступай и так живя. Это очень важно. Антоний что-нибудь новенькое говорит? Нет, он еще раз говорит то же самое, что благо человек состоит в том, чтобы охотно делать добро, а зло – грех, делает человека самого несчастным. Лишение, похотение зла – есть лишение блага, то есть сам грех лишает человека счастья. Вот такие вот наставления Антония. Что я могу добавить? У меня на сайте христолюб.рули, христолюб.рф, есть плейлист «И грех падения, и грех». Рекомендую бы посмотреть. Ну и, соответственно, как видите, отсылки на сами мои плейлисты. Есть, тут есть прямая ссылка, можно перейти будет со стороны сайта. Я их не забуду, постараюсь дать. Ну и на сайт, и на плейлист, ну плейлист найдете через сайт. Я там все уже сказал. У меня на тему греха там достаточно роликов и грех падения, и грех. Разделил специально два плейлиста. Все я сказал. Ну, чтобы уж этот ролик не оставлять, я даже, как видите, страничку сделал, кто знает, мне очень тяжело писать, такие статейного вида информацию подавать. Ну, я все-таки иногда напрягаюсь, какое-то вдохновение от Бога есть, и я что-то пишу, что-то делаю. Она коротенькая, крупным шрифтом все, рекомендую прочесть. Ну, я вам только, во-первых, прежде всего, зачитаю определение греха. Еще раз, чтобы было понятно. Я все это в ролику уже сто раз говорил. Кто-то уж меня давно смотрит от этого, уж может даже устал. Ну, что ж, приходится повторяться, да, Антония, читаем, так что никуда не деться. Определение греха очень понятное. Грех – это получение удовольствия за счет осознанного разрушения чего-либо или причинения боли кому-либо. А также нераскаяние после неосознанного разрушения чего-либо и причинения боли кому-либо. То есть, еще раз, грех – есть апельсины или мандарины или банан пойти купить или сорвать, если ты живешь, где они растут. Это не грех то, что ты наслаждаешься вкусами. Потому что есть очень лживое учение у религиозников, в частности, в псевдохристианстве, у православных, которых протестантов, что сами удовольствия – это грех. Телесные там, или душевные, или даже духовные, или все вместе, или какие-то там они выделяют, или нет, это полная чушь. Человек, полнота образа и подобия Бога, неважно, как ты его там раскладывает, дихотомия, трихотомия, дух, душа и тело, там, или видимое и невидимое – это не суть важная. Я, в общем, и вот они разделяют. Но есть там, где плотский – нет, плотский – грех, удовольствие, а вот духовный – не грех. Когда ты молишься, с Богом беседуешь и получаешь удовольствие – это не грех. Да, это все чепуха. Получать удовольствие вообще не грех. Бог есть благо. Мы радуемся и счастливым становимся, когда мы наслаждаемся чем-то. Получаем удовольствие через органы, которые у нас есть. Чувств. Глаза – то, что мы видим. Уши – то, что мы слышим. Нос – то, что мы чувствуем. Уста – то, что мы вкус ощущаем. Получаем руки, то, что мы трогаем. Получаем тактильное удовольствие, и для нас, наоборот, трогают. Вопрос, что ты делаешь. Куда ты смотришь, как ты смотришь, для чего ты смотришь. Что ты слышишь, как ты слышишь, что ты дальше после услышанного делаешь. Не говорить грех, а что ты говоришь, кому ты говоришь, зачем говоришь, к чему это все приводит. Поэтому не грех все это, получение удовольствия через плоть душевное, духовное, как хотите назовите, удовольствие, они абсолютно не греховными, такими не являются. Бог создал человека по своему образу и подобию для полноты счастья, для блага бытия, ибо он сам это благо бытие и есть. Это очень важно понимать. Поэтому получение удовольствия грех только в единственном случае, если это грех, не когда я пошел, мандаринку сорвал, апельсинку, огуречек, а когда я что-то, чтобы сорвать эту мандаринку, я взял целое дерево, срубил. Вот это грех. Когда я взял там и кого-то зарезал, чтобы кусочек его плоти сожрать, вот это грех. Когда я кого-то обидел, вот это грех. Когда я получаю удовольствие, может, у меня уже больное, что я там даже кого-то обижаю, подкалываю и получаю от этого удовольствия. Это грех. Получение удовольствия за счет чьих-то страданий и болей, ну или лишения чего-то, разрушения чего-то. Вот это грех. Потому что Бог есть благо и созидание. Ну или когда ты, как я всем примеры такие простые привожу в маршрутке, назад попятился, кому-то на ногу наступил. Если ты, конечно, извинился, это не грех. Ты не знал, это было не случайное зло, это было несознательное, не спланированное причинение зла, это не случайность. Такое в жизни случается. Ты повернулся, извинился. Даже то, что ты это сделал неосознанно, просто потому что все равно боль в человеке была причинена, и ты, как говорится, даже за неосознанность действительно раскаиваешь о том, что ты любишь. И вот если ты извиняешься, значит, ты любишь, но тебе нет греха. А если ты сказал, а, да пошла ты, пошел ты там, подумаешь, наступил, да, то вот это грех сразу становится. Потому что ты все равно был источником зла. Осознанно, неосознанно, неважно. Да, ты не специально наступил, ты случайно. Если ты извинишься, я говорю, но тебе никакого греха абсолютно нет, потому что это было недоразумение. А как только ты сказал, пошла ты, да, ноги тут свои пораставила или пораставил, то все, все, что ты взял и специально действительно наступил. Потому что она пораставила ноги. Вот и все. Поэтому, да, не грех заниматься сексом и получать удовольствие. Но грех, если ты человека в сексе к чему-то принуждаешь, к чему ему вообще не тянет. Да, он не хочет этим заниматься там. Секс тоже разнообразный, чем люди там могут как-то к ней заниматься. Кому-то нравится поглаживание где-то, кому-то не нравится поцелуй, не поцелуй. Позы, свет, темнота. То есть, любовь это когда ты друг друга делаешь счастливыми. Ты сам счастлив, и вы вместе счастливы. Вы друг другу счастье просто дополняете, еще больше скрываете, еще больше его приумножаете. А если ты получаешь удовольствие за счет чьих-то страданий, то это грех. Вот так вот. Так что все очень просто. Поэтому грех, первое заблуждение, когда в религиозных системах все это существует, это то, что грех – это получать удовольствие. Это абсолютно не так. Получать удовольствие не грех. Вопрос, что ты ради этого, на что ты готов, всю жизнь свою на это положил, действительно. Это надо не забывать, что это адская школа жизни, в которой мы живем. Познание всех ужасов зла и всех радости добра, каких возможно в этой земле. Мы действительно учимся, если ты всю жизнь положил. Да, может ты, конечно, удовольствие особо получая, никому зла не делаешь, будучи миллионером. Хотя как ты стал миллионером – большой вопрос. На чужих горбах все это. Действительно, ты любить-то научился. Это тоже очень важно. Конечно, всю жизнь положить на собственное удовольствие, когда в мире куча страданий. Да, а жертвенной любви-то научился. Это очень важно. Поэтому тут тоже надо об этом не забывать. Это грех, но отчасти это грех. Потому что когда ты научишься жертвенной любви, ты станешь абсолютным благом, абсолютным богом. А если ты и не научишь, ты так и будешь. Немножечко. Кому много прощается, тот много любит. Это очень важно. Вот это все понимать. Когда ты действительно научишься жертвенной любви и кого-то своей жертвенной любой покоришь, в Царстве Небесном вы будете просто купаться в блаженстве и любви, потому что вы прошли эту школу жизни. Это очень важно. Вот так вот. Я, кстати, в этой статье на своем сайте тоже так и пишу. Не грех кушать и получать удовольствие. Вот как у Антони пишет. Я даже когда писал, конечно, я уже забыл, что Антони с подобным. Но видите, все это я вам рассказывал. Я Антони того же самого достаточно тоже много читал. Я его перечитывал. Кто знает, я его очень любил тоже. Наравне, можно сказать, с Новым Заветом я его тоже прямо иногда включал, можно сказать, себе в список чтения чуть ли не ежедневного. Я очень знаком с его житием хорошо, с его всеми этими наставлениями. Пусть я потом со временем все забывал, но видите, в сердце у меня все это отлагалось. Я в таком же контексте тогда и написал статью. Хотя я говорю, наставления никто не уже давно не читал. Я их начал читать, как записывать стал. Я решил их озвучить на канале Христа Любиблия аудиоформатом. И не мог удержаться, чтобы не сделать по ним еще хотя бы изборочно проповеди. Я, в принципе, тоже сам пишу. Не грех кушать и получать удовольствие, но грех убивать животное ради пожирания у трупа, эксплуатировать его ради потребления продуктов, от него исходящих молоко, яйца, икра и так далее. Не грех кушать и получать удовольствие, но грех обжираться, вредя своему телу. Это же грех, ты сам себя лишаешь счастья. Ты жирный у тебя, ты повернуться не можешь, поднять ничего не можешь, устаешь через 5 минут, у тебя куча болячек, всякие эти артриты, артрозы, что-то там я не шибко шарю, что там с ожирением. Ну, в общем, вы знаете, у них там всего навалом. И есть нездоровую пищу, она на себя вред своему себе. Не грех делать красивую, удобную одежду и носить ее радость, и доставлять радость. Это и косметики касается там и всего, да, украшений. Но грех носить, но грех убивать животных ради их меха и кожи. Ну, и тут можно добавлять, вы знаете, я для примера, конечно, привел тоже, и вам сейчас все, наверное, не буду зачитывать. Что-то, не знаю, понесло меня, как всегда, да. Это и грех, если ты одеждой превозносишься, да, как там еще в школе, вы помните, кто побогаче там могли поддеваться, все это выпедрежничество, да, это тогда грех. Ты превозносишься, ты, да, над человеком возвышаешься, это грех. А если у тебя просто есть, ну, хорошо, есть, есть. Подари что-нибудь другому, да, у тебя родители богатые, одень друга своего на карманный расход, ты, небось, его одеть можешь. Тогда это будет не то, что грех, а добродетель. Ребенок-то не виноват, что он в богатой семье родился. То есть он друзьям будет бедным, с кем в школе. В школе, вы знаете, так как еще более-менее чистые сердца, там и бедные, и богатые могут сдруживаться. Не грех ухаживать за растениями на собственной земле, пересаживая что-то, подрезая веточкой другой, но грех вырубать лес ради наживы, собственных прихотей, нарушая экосистему, уничтожая места обитания животных. Не грех выпить немного алкоголя для радости, вкуса, веселья сердца, но грех выпивать драться с кем-то, избивать близких, ездить пьяным за рулем, уходить в запой, тунеядство сидя у кого-то на шее и так далее. Вот это все я. Давайте уж вам, да, зачитаю. Не грех заниматься сексом, то есть любовью с человеком доставлять друг другу радость от наслаждения, но грех совращать кого-то на секс, детей, больных, каких-то нездоровых людей психически, что-нибудь там такое, и так далее. Насиловать кого-то и так далее. Ну, я вам сказал, более мягкие формы. Тут я люблю контрасты обычно. Даже если вы по любви друг с другом, там тоже есть всему предел. Кто-то что-то больше хочет и так далее. Меньше там, не знаю. Не хватит бумаги, чтобы писать всеподобный пример жизни. Да вы и сами всех прекрасно знаете. Но как... Ну, а к какой же формуле все это привести, чтобы четко понимать, где добро, а где зло, и как поступать в конкретной жизненной ситуации? Да все очень просто. Так называемое золотое правило морали давно сформулировано без всяких образов и насказаний, оставленных нам в первых главах книги «Бытие». Его же озвучил Иисус Христос, Бог любовь, приходящий в платье. Озвучит оно так. Никогда и никому ничего не делай того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. И наоборот. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В этом все пророки и праведники мира, и весь закон блага бытия, то есть закон счастливой жизни всей вселенной. Или другими словами, о том же самом Иисус говорил, люби ближнего, как самого себя. Под ближним, естественно, подразумевается весь мир, который нас окружает. Вот и все понятие греха. Я в своих роликах неоднократно тоже рассказывал по поводу тоже всех этих грехов и псевдоправедности, добродетелей. Это все очень легко понять. Да, если вы страдаете, во-первых, человек должен быть свят. Если вы не святы, должны задуматься, почему. Иисус говорил, что мы должны быть совершенны, как совершенный Отец наш Небесный. Во всем абсолютно невеста Христова должна быть без пятна и порока. Как это понять? Да вот по этой формуле. Поэтому я всем говорю, очень легко свою жизнь разложить. Возьмите бумажный лист, ну или своим компьютером хорошо владеете, как пользователи. Откройте любую программу, сделайте таблицу в два столбика или разделители испополам. И с одной стороны напишите грех, с другой стороны добродетель. Или святость. И перечислите все, что вы думаете, что вы называете грехом, вам это навязывает. И наоборот добродетели. Вот грех там без платочка ходить. Конечно нет. И наоборот добродетель. Он и туда, и туда этот ваш платочек идет. Только здесь носить, а здесь не носить. Можете по центру так писать платочек, а тут да, нет. Греха-то нет. Добродетели-то нет. Бороду мужчина должен носить или сбривать. Грех сбритая борода нет. Добродетель, то, что она у нее есть, тоже нет. И такой чепухи ходить в храмы. Грех или добродетель? Ходить не добродетель, ни не ходить, не грех. Все эти молитвы, правила, причастие, так называемое, божеского естества. Грех-то или добродетель. Вкушение их не добродетель, а невкушение их грехом не является. Все это чепуха. Во-первых, у ваших грехов или добродетелей просто нет объекта. А Бог есть любовь. А у любви всегда есть объект, как и у ненависти. Кому от этого хорошо или худо? От ваших дел человеческих заповедей, человеческих, которые религиозники вам на шею положили, садкав бремена неудобно носимые. Кому от этого плохо или хорошо? Да никому. Никому никакого дела нет. А убийство животных ради пожирания их трупов грех или добродетель? Конечно, грех. Мы подчинили зло живой душе, живому существу. Убив его, зачастую мучительной смертью. Какая-нибудь охота, цирки, зоопарки, все, что касается животных. Грех, конечно, грех. Добродетель, неучастие в этом и защита жизни и счастья животных, их благобытия, конечно. С людьми то же самое. Обличение грех или добродетель? Конечно, добродетель. Потому что я за это прилетит, это одно из величайших степеней святости, когда ты способен говорить людям правду, невзирая на лица, как Иисус говорил. И что тебе за это прилетит и будет. Именно так распространяется истина и правда. Вот такие вот дела. За Родину убивать. Грех или добродетель? Конечно, грех. Да. У людей, познающих или познавших истину, тем более. У них одно есть отечество, небесное, за которое они воюют только словом. Вот и все. Словом правды. Да. А в религиозниках что? Убей врага. Добродетель. Да. А наоборот, не убийство, а грех. Предательство, Родина и прочие чепухи. Все эти люди отправляются прививком прямой дорожкой широкой пространной в ад. Да. А эти папы за ними же летят. Ну что же. Вот до чего докатились. Религиозники своими лжи и учениями. Вот такие вот дела. Ну, в общем-то, на этом у меня все. Еще раз скажу, что я на этой страничке. Я постараюсь ссылку дать в описании, в первом закрепленном комментарии. Там же ссылка на плейлист. Плейлист на канале тоже легко найти. Грех и грех падение. Два плейлиста. Очень легко их найти. Да, на мобильнике они вот здесь. Проповеди. Вот они. Грех и грех падение. У вас оба тут тоже есть. По грех падению тоже очень интересно. Разберитесь, в чем там суть. В чем согрешили Адам с Евой? Что же это за первый грех? Первый? Второй? Да. Все тут поймете. Ну, на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok